Девственность Девушки отдыхают То есть в современном обществе И когда я ставлю эти вопросы Я понимаю, что вокруг этой темы Очень много вопросов И очень много мнений Но давайте мы попытаемся В этом во всем разобраться Знаете, сегодня мы живем Люди, у которых открыты Интернет-источники Мы можем читать государственные сайты Смотреть цифры Можем видеть какие-то статистики И недавно я прочитал Что в Росстате Что в России В 2020 году Зафиксирован Пик демографической Убыли населения И понятно, что это не происходит За неделю, даже за полгода Что это какой-то путь Но это происходит в нашем обществе Это происходит соединас И в 2020 году Убыль населения России Она составляла 580 тысяч человек Если можно себе Немножко представить Что такое 580 тысяч Это огромное количество людей Вообще, любое государство Которое мыслит о том Что я хочу как бы развиваться Оно говорит о том Что я должен прибавлять в процентах Я должен как бы поднимать Свою планку Своего населения Но тот результат, который мы Показали сегодня в нашей стране Это худший результат За 14 лет Такого не было И знаете, эксперты Они попытались разобраться А в чем же на самом деле Ну состоит дело И Врачи Они Все вместе В одном мнении Сходятся только в одном Понятно, что есть иммиграция Кто-то уезжает за границу Но это малая часть Общее Количество врачей Которые такие Так скажем Именитые Имеют какое-то мнение Какой-то авторитет Они говорят Общая проблема в том Это низкий Моральный Уровень Населения И что они имеют ввиду Они говорят Что население Сегодня Ну это мы Это те, кто живет Хотя если кого-то это будет обижать Это статистика То давайте Ну мы скажем Что это Статистика Мирская Да И Они говорят Что сегодня Население России Это в частности Молодое население Да Они начинают Свои Половые отношения В 15-16 лет А у некоторых И даже сейчас Это переходит В тренд Что дебют Половых связей Происходит В 13-14 лет О чем это говорит Сегодня нам Это говорит о том Что на самом деле Наше население Наши дети Те, кто сегодня Рождаются Они попадают В некие условия В некую систему Ценностей В которой Знаете Где-то может Об этом их не научили Где-то Под давлением Общественного мнения Где-то еще Как-то человек Понимает Что это Сложная тема Это сложная тема Потому что Есть сверстники Есть еще Какие-то Интернет-источники И это мнение Начинает На человека Давить И что мы Имеем В конце Мы понимаем Что сегодня Когда человек Начинает Свою половую жизнь В 15-16 лет А то и ранее По статистике Многие Женятся В России Где-то В 25-30 лет Исходя из этого Мы понимаем Что Около 10 лет Человек Который имеет Половой опыт До своего Замужества Да Он что Он имеет Уже десятки Партнеров Сексуальных Он имеет А кто-то И сотни Что выходит На выходе Какой результат Врачи говорят О том Что Молодые люди И в частности Женщины Которые провели Ну так скажем 5-10 лет В таком состоянии И когда они Все-таки Пришли К рубежу Того Что Ну надо заводить Семью Надо рожать Многие Имеют опыт Всяких Заболеваний Всякого рода Ну Всякий опыт И когда они Приходят Многие Не имеют способности Потому что Либо больны Либо еще что-то И когда они Хотят это делать У многих Не получается Завести ребенка И если даже У кого-то Получается Да То часто бывает Что те дети Которые сегодня Рождаются Они могут По здоровью Очень сильно Иметь отклонения Которые непонятно Откуда берутся И знаете В 2018 году Президентом Был подписан указ Он был Это Ну вот указ О форсированной Иммиграции Потому что Если мы будем жить Такими законами Темпами И такими Нормами К тот 2050 году Население В стране А это мы С вами Упадет До 110 миллионов И сегодня Этот закон Говорит что Давайте пускать Иммигрантов Более Лояльно Пусть люди Из других Наций Мы сейчас Не говорим О национальных Каких-то Превзятостях Пусть люди Из каких-то Стран Из каких-то Культур Или еще Они массово Приезжают К нам И их задача Будет Какова Чтобы мы Росли Численно Как страна Но давайте Посмотрим на все С точки Зарения Христианства И наверное Нам надо Посмотреться С самого Начала Вообще Постановление Бога В Библии В бытие С самого Начала Оно Оно Было Каким Когда он Говорил Адаму И Еве Плодитесь И размножайтесь То есть Бог так Увидел Мир Так увидел Ход Всего И он Заповедовал Мужчине И женщине Плодиться И размножаться Это первая Глава Помните Во второй Главе Это Написано Так Что Да Отлепится Я Прочитаю Потому Оставит Это вторая Глава 24 стих Потому Оставит Человек Отца Своего И мать Свою И прилепится К жене Своей И будет И будут Одна Плоть Бог говорит О том Что два Человека Мужчина И женщина В зрелом Возрасте Определенном Они оставят Своих родителей Свой дом И станут Кем Одной Плотью Это наверное Больше даже Звучит Для тех Кто подумал А ну это Наверное Проповедь Для женщин Я то как бы Ну Что я то Я то мужчина А здесь написано Что ответственность Она на обоих Потому что Написано Что двое Они станут Кем Одной Плотью А что значит Одна Плоть Это ответственность За то Что вы делаете И знаете Вот когда ты Смотришь На эти вещи Ты понимаешь Что Богом Была задумана Некая Чистота Отношений Где двое Мужчина И женщина Достигшие Какого-то Определенного Возраста А достигшие Какого-то Определенного Созревания Они становятся Одной Плотью И начинают Приносить Плод Но мы знаем Что было Грехопадение И все пошло Иначе Мы знаем Что на самом деле Мир Развратился И читая Страницы Священного Писания Мы видим Что Брудодеяние Этика Эстетика Все показатели Человечества Они были Настолько Зашкалены Что Бог Он Ну даже Был потоп Да Мы понимаем Что человечество Было Настолько Разращено Но когда-то Бог заключает С человечеством Завет И говорит Я буду Созидать Народ Божий И мы знаем Авраама Мы знаем Тех людей Которые На самом деле Начинают Существовать В бытие Как не просто Какой-то Народ А народ Божий И в этом Народе Начинают Создаваться Некие Законы И некие Правила Как должен Развиваться Этот народ Какие у него Правила Какие у него Ценности Какие у него Понятия У этого Народа И знаете Когда мы читаем Становление Еврейского народа Как народа Божьего Мы видим На самом деле Что очень много Написано Того Многих Законов Правил Каких-то Нюансов И наверное Одна из самых Таких книг Она так и называется Вспомните Книга Второзакония То есть Это первые Пять книг Моисея Бытие То есть Которые Он начал И второзакония Это что Это последняя Книга Это такой Отредактированная Редакция Таких законов Постановлений Что должно Происходить Где В народе Божьем И знаете Наверное Если Побольше Вникнуть Зачем Моисей Так много Понаписал Вот знаете Ты читаешь Второзаконие Это не самая Захватывающая Книга Потому что Это одно и то же Как будто Бывает Конституцию Возьми Российскую И читай И там вот Нет сюжета Там вот Законы Правила Вот второзаконие Она иногда Похожа на эту книгу Но она Необходима Потому что Что происходит Книга Написания Второзакония Это Надо понимать Это этап Это Люди Вышли из Рабства Египетского Я с этого момента Начну А люди Божьи Зашли Куда В пустыню Одно поколение Которое было С рабским мышлением Которое было В тех ситуациях Оно Отходит Но за 40 лет В народе Божьем Вырастает Новое поколение И вот На рубеже Иордан Надо Пойти в тот завет В новую жизнь Надо пойти Туда Куда заповедовал им Господь Эту цель То есть Вот мы знаем Что везде Каждый верующий Того времени Он понимал Как только мы Преодолеем Эту реку Мы начнем Завоевывать Новую землю Для чего? Для новой жизни И в этой Новой жизни У нас Нам нужны Какие-то правила И законы И Моисей Он как Опытный Вождь Он который Уже видел Многое Он знаете Он начинает Писать эти правила Как Новое поколение Которое Хочет жить По-новому Которое Хочет созидаться Как народ Которое Хочет созидаться Как общество Он начинает Прописывать Некие нюансы И одно Из постановлений Мы прочитаем Это второзаконие 22 глава 13 стиха Это Как раз Мысль О семье О чистоте О целомуды И здесь Написано Так Второзаконие 22 стих 12 глава 13 стих Если кто Возьмет Жену И войдет К ней И возненавидит Ее И будет Возводить На нее Порочные Дела И пустит О ней Худую Молву И скажет Я взял Сию Жену И вошел К ней И не нашел У нее Девства То Отец Откровицы И мать Ее Пусть Возьмут И вынесут Признаки Девства Откровицы К старейшинам Города К воротам И отец Откровицы Скажет Старейшинам Дочь Моя Я отдал Жены Сему Человеку И ныне Он возненавидел Ее И вот Он возводит На нее Непорочные Дела Говоря Я не нашел У дочери Твоей Девства Но вот Признайте Девства Дочери Моей И Расстилают Одежду Предстарейшинами Города Тогда Старейшины Того Города Пусть Возьмут Мужа И Накажут И Наложат На него Сто Сихли Серебра Пени И Отдадут Отцу Откровицы За то Что он Пустил Худую Молву О Девице Израильской Она Пусть Останется Его Женою И он Не Может Развестись С нею Во всю Жизнь Свою Если Же Сказано Будет Истина И Не Найдется Девства О Откровицы То Откровицу Пусть Приведут К дверям Дома Отца Ее И Жители Города Ее Побьют Ее Камнями До Смерти Ибо Она Сделала Срамное Дело Среди Израиля Брудя Действовала В доме Отца Своего И Так Истриби Зло Из Среды Своей Согласитесь Достаточно Как-то Жестко Даже Если Кто-то Всю Картину Не Понял То Закон Говорит О том Что Сошлись Два Молодых Человека И В какой-то Момент Муж Жених Он Как-бы Ну Что-то Произошло И он Решил Как-бы Это Все Ну Восстать Уйти И Закон Говорит Знаете О чем И Мы Можем Как Люди Современные Знаете Сказать Ну Это Ну Это Слишком Ну Не Получилось У Молодых Людей Что-то Там Не Сошлись Не Поняли Там Не Знаю Ну Забудьте Там По-тихому Если Вы Посмотрите Сколько В этом Законе Персонажей Вы Увидите Он Она Отец Мать Стоейшины И В конце Еще Жители Этого Города Которые Должны Были Потом Забить Эту Женщину И Возникает Тогда Вопрос А не Слишком Ли Мы Так Перегибаем В Священном Писании Ведь Вопрос Это Моего Выбора Я Сам Могу Выбирать В какой Чистоте Мне Жить Это Вообще Мои Интимные Вещи Я Вообще Как Б Сам Хочу Знаете Делать Выбор С кем Мне Жить Как Мне Но Моисей Пишет Это Новому Поколению Людей И Он Говорит У вас Будет Так Зачем Вот Давайте Просто Поймем Зачем Туда Вовлекать Ну Например Отца И Мать Почему Когда На самом Деле Это Произошло Отец И Мать Они Должны Разбираться В этом Во всем Потому Что Они Ответственны Потому Что Они Были Ответственны В народе Божьем Как Отцы И Матери Научить Своих Детей Быть Кем Чистыми Быть Но Быть Людьми Которые Чтут Определенные Законы И Закон Говорит Если В вашей Семье Это Произошло И Вы Говорите Да Нет Дети Сами По Себе Это Живы Они Вон Там Гуляли Я Вообще На Даче Был Или Я На Вахту Уезжал Я То Там Ну Как Бы Не При Делах То Закон Божий Он Говорил Знаете О чем Вы Тоже Сюда Идите И Вы Не Просто Там Семейный Конфликт Какой Устройте И Выясните Кто Здесь Прав А Кто Виноват А Вы Куда Идите Вы Возьмите Вот Эту Простыню Или Платье Значит Надо Взять Эту Ситуацию Которую Знаете Часто Люди Они Как Бы Скрывают Зачем Об Этому Говорить Зачем Нам Надо Рыться В Каком Гоязном Белье То В законе Божьем Есть Правило Вы Это Все Возьмите И Что Делайте Идите В Мэрию Идите К Начальникам И Скажите Что У вас Вот Это Произошло Зачем Вы Носить Из Дома То Что На Самом Деле Ну Можно Как То В Семейном Кругу Поговорить Подумать Поплакать Или Вообще Об Этому Не Говорить И Дальше Мы Смотрим Что На Самом Деле Если Эти Люди Которые Начинают Быть Участниками Этого Всего Находят То Что Или Она Или Он Виновны Они Что Говорят А Теперь Возьмите Ее Приведите Ее К ее Дому Там Где Живет Папа И Мама Ну В Твой Двор Кто Как Вы Думаете Кто Их Там Должен Был Побивать Это Те Которые Там Особые Побивальщики Камнями Были Или Кто Это Кто Жил Рядом С Тобой Они Говорят И Вот Так Это Будет Выглядеть Все Будут Знать Отец И Мать Будут Видеть А Вы Люди Которые Живете В этом Народе Вы Будете В Этом Во Всем Участвовать И Здесь Возникает Еще Более Какая Знаете Такая Мысль Ну Как То Можно Потому Что Мы Люди Современные Для Нас Очень Сложно Это Понять Зачем Зачем На самом Деле Так Перегибать Палку Но Знаете Есть Мысль Основная Мысль Почему Это Надо Было Потому Что Здесь Был Не Вопрос Просто Какой Личности Какой То Девушки Или Какого То Парня Знаете В чем Стоял Вопрос Стоял Вопрос Государственной Безопасности Они Понимали Что Созидается Народ Божий Они Понимали Что Есть Правила Не Надо Брать Язычников Не Надо Там Находить Партнеров На Стороне У Них Были Правила Мы Созидаем Народ Божий В этом В этом Народе Должна Быть Определенная Чистота В Этих Людей Мужчин И Женщин Израильского Народа Их Учили С самого С самого Начала Когда Они Были Маленькие Маленькие И они Не могли Сказать Мы Это Не Знали Мы Первый Раз Это Слушали Это Была Ответственность Семьи Внести Вот Эти Ценности Внутрь Своего Потомства И Если У них Это Не Получалось Они Увидели Что Выход Только В этом И Опять Ж Возникает Вопрос Ну Может Быть Опять Ж Каким То Другим Путем Пойти Но Они Понимали Что Созидая Народ Божий Неприемлемо Допускать Чего То Нечистого Неприемлемо Допускать Чего То Каких То Примесей Неприемлемо Допускать Чего То Потому Что Знаете Что Тогда Получится Не Народ Божий Как Мы Привыкли Говорить Вот Народ Божий Вот Мир А Вот Как Быет Другая Позиция Они Они Понимали Что Если Сегодня Сделать Помягче Сделать Потолерантнее То В принципе Получится То же Самое Что Есть Рядом И Там Куда Они Шли Все Эти Годы В Этот Новый Ханаан В Эту Новую Жизнь В Эту Чистоту Это Все Будет Как Будто Ну Знаете В Историю Многих Народов Зайдите И Посмотрите Они Расскажут Вам Хотели Но Именно Божий Народ Он Хотел Жить По Повелениям Божьим И Чтить Эти Законы И Что Он Хотел Он Хотел Хорошего Чистого Поколения Знаете Кто-то Может Сказать А что Такого Вообще Ну Как В чем Детали Один Пример Который Произошел В 58 Году В Москве Была Некая Оттепель И В Москве Провели Международный Фестиваль Молодежи И Позвали Людей Со Всего Мира И Фестиваль Прошел Сделали Свои Цели Задачи Отплясали Отпели Там Сказали То Что Надо И Все Уехали По Своим Странам Понятно Что Приезжали Разные Люди Желтые Белые Маленькие Большие Но Вы знаете Когда уехали Все С этого Фестиваля В Роддоме Зафиксировали Несколько Через Девять Месяцев Зафиксировали Несколько Десятков Когда Русская Женщина Москвичка Ее Назовем Она Родила Черного Мальчика И Это Было Так Стыдно Это Было Так Неудобно Представь Ты живешь В Советском Союзе Там И так Все Хотят Знать Кто Ты Есть А у Тебя Еще Черный Родился И Знаете Все Что Ты Где То По Тихому Сделал Оно Раз И Родилось И Ты Не Мож За За Штукатурить Ты Не Мож Что Сделать Ты Понимаешь И Люди Они Начали Оставлять Потому Что Как С Этим Жить Дальше И Знаете Какое Было Общее Люди В Советском Союзе Они С Пониманием К Этому Отнеслись Они Говорят Ну С Кем Не Бывает Молодежь Фестиваль Погуляли И Все Как Будто Забыли Что Это Было Знаете Прошло Несколько Лет И Разразился Другой Скандал Эти Те Кто Были Молодежью Те Кто Были Там Студентами Они Вышли Замуж За Своих Москвичей За Своих Бледнолицых Вот Таких Как Мы Да И И Вдруг В Москве Через Там 5-10 Лет В Нормальной Белой Семье А Почему Был Скандал Потому Что Одна Студентка МГУ А Папа Был Великий Какой-то Чиновник И Муж Какой-то Был Белый Нормальный Парень Мужчина И У них Родился Черный И Они Все Начали Думать Где Откуда Почему Так Происходит И Когда Ну Такие Знаете Уже Видать Собрались Семейными Советами Или Докторами Они Пытались Понять Это Вообще Че Они Говорят Да Вы Поймите Когда Люди Имеют Отношение Друг С Другом Гены Зачастую Бывают Такими Сильными Что Они Могут Через Годы Через Поколения Войти В менталитет В культуру В цвет Кожи И Знаете Возвращаясь К Моисею И К Ветхому Завету Эти люди Уже Тогда Понимали Мы Что Создаем У нас Какая Цель И Задача Моисей Понимал Мы Зачем Из Египта Вышли Мы Зачем Эту Новую Жизнь Наладили Мы Зачем Идем Там Нам Еще Впереди Воевать Нам Что Надо Нам Надо Цвет Нации Нам Нужны Наши Чистые Евреи Божии И Они Тогда Понимали Что Если Внутри Народа Будут Происходить Вот Такие Вот Вещи То Лучше Пожертвовать И Привести Я Не Думаю Что Это Происходило Там Каждый День Это Просто Было Понимание Такого Если Ты Не Следишь За Собой Если Ты Не Следишь За Там Позициями За Своими За Своей Нравственностью За Своей Культурой Если Ты За Этим Не Следишь То Знаешь Тогда Вопрос А вообще Ты В этом Народе Свой Или Не Свой У Тебя Какая Цель У Тебя Какая Задача У Тебя Какая Идея Или Ты Просто Живешь Как Знаете Бывает Инстинктами Да Мне Какая Разница Женился Теб Какая Разница Сколько У Меня Партнеров Тебе Какая Разница Какая У Меня Генетика Тебе Какая Разница Какая Культура А Знаете А в Народе Божьем Было Принципиально Если Ты Народ Божий И Ты Идешь В Новую Жизнь И Ты Хочешь Что Иметь Хороший Плод Ты Должен Быть Чистым Человеком Во Всех Отношениях Моральных Этических Половых И так Далее И знаете Может быть Переходя Может быть Немножко В другой Разрез Потому что Мы понимаем Что Это все Таки Ветхий Завет И годы Идут Но я Не умоляю Хотя Написано Что Писание Все Благодухновенно И мы Читаем Его И понимаем Эти Вещи И Я хочу Сказать Телезрителям Которые Хотят Дальше Быть С нами Которые Хотят Слушать Проповедь То Можете Переходить Онлайн Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует